Кабан, ну как же так, а? Ты же обещал нам, клялся, обожился, что завязал, а ты опять... А я ничего противозаконного не делал. А заливал нам как? Бог не фраер, грешит за подло. Так оно и есть, и от слов своих я не отказываюсь. Ну тогда на какие шиши вот эти барыши, Кабан? Пиджачок, туфли, машина вон стоит. Это все благодаря... Че, генерал наш подарил? Бери выше, много выше. Куда выше? У нас выше генерала кабинетов нет. Так, Кабан, давай колись, кто и за что тебе такие подарочки организовал? У него много имен. А, то есть он в бегах. И паспортов у него тоже много. Я называю его всевидящим, всепрощающим, всевышним. Кабан, если ты не расскажешь, мы тебя отправим на всежизненную, всегда тебя ждущую зону. Вам еще не поздно спастись. Я могу спасти вас. Нас? Кабан, а ты с утра в голову ничего не заливал? Еще не поздно вылезти из бездны непонимания и незнания, и тьмы кромешной. Лишь двигаясь навстречу свету, вы сможете освободить души свои и души близких ваших. Да я же вроде не сильно ударил. Кабану я! Поймите, лишь достигнув нужного уровня знаний, вы почувствуете свет, который озарит души ваши и наполнит благодатью доселе неиспытанной вами, несравнимой ни с чем материальным. Отныне вы, дети Кабанаса, на колени Кабану я! Чувствуешь ли ты, дитя Кабанаса, как энергия Ка соединяется в тебе с энергией Бан? Да, учитель. Да. Бабки еще есть? Нет. Тогда освободись от этих часов, и ты почувствуешь вечность. Да, ты чувствуешь вечность. Кабану я! Кабану я! Кабану я! Кабану я! Ммм. Однокомнатная на девятом этаже. Ты чувствуешь, как сознание объединяется с проекцией твоего мира, и ты ощущаешь вселенскую любовь. Я чувствую. А сейчас... Кабан. Плачьте, дети Кабанаса, плачьте, ибо вы отныне свободные люди! Вы свободны! Вы свободны! Вы свободны! Кабану я! Кабану я! Кабану я! Кабану я! Кабану я! Ты сейчас думаешь о том, о чем я? Да. У меня же еще дачный участок есть. Учитель! Учитель! Кабану я! На троих! Сюда! Доктор, сюда! Смотрите! Вот. На электрокардиографе сплошная линия. Я подносила зеркальце к носу, ничего. По щекам хлестало, ноль на массу. Мы его потеряли, да? К сожалению, да. Пожалуйста. Нужно будет сообщить родственникам. Да, 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 да. Не волнуйтесь, я все сделаю. Посмотрим. Кто? Ты разыграл вас с первым апреля. Да ну! Ну вы даете. Подождите, я же проверяла все. Ну, аппарат я отключил. А вот так вот. Да, на зеркальце я просто не дышал. Я же подводник. Задержал дыхание. А пощечины? Что мне ваши пощечины? Да, они, конечно же, заводят, но я терпел. Ой, а вы как раз повелись. Неплохая репетиция перед настоящим финалом. А что? Результаты ваших анализов. Что? Что такое, доктор? Что там? Максимум неделя. Как? 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 Вы же сказали простой аппендицит. Какой? Какая неделя? Та-дам! С первого апреля! Так это... Ну и шуточки у вас, доктор. Да. Ну? Ну вы первые начали. Ну ладно. Продолжим обход. Я вас догоню. Сейчас все подключу. Ага, давайте. У меня для вас тоже новость. Какая новость? Я сделала тест на беременность. Так вот он положительный. Ага, ага. А вы забыли сказать. Та-дам! С первого апреля! Да вот как раз нет. Помните, месяц назад вы меня поздравили с днем рождения? Так вот, тест я сделала позавчера. Та-дам! Та-дам! Папаша. Значит, вы и есть тот самый папа Саши Аполлонова. Аполлонова, да? Да. Вы догадываетесь, по какому вопросу я вас сюда вызвала? Нет. Нет. Ни чуточку не догадываетесь? Нет. Как вас зовут? Андрей. Андрюша. Можно я так вас буду называть? А меня вы можете звать просто София. София Николаевна, давайте конкретнее. Зачем вы меня вызвали? Да. Ваш сын очень плохо учится. Особенно по моему предмету. Вот. Странно, я недавно заглядывал к нему в дневнике, там очень хорошие ценки. Зря вы не заглянули в его дневник вчера. Я вчера поставила ему пять двоек за то, что он не хотел давать ваш телефон. Ну, хорошо, если хотите, я могу его наказать. Я хочу, чтобы вы меня наказали. Поймите, вы одинокий мужчина. Я одинокая женщина. Я бы хотела, чтобы мы слились в одно целое. София Николаевна. Что здесь происходит? Вообще-то урок уже давно начался. Бегу, бегу. Андрюша. Вы не торопитесь уходить. Для вас этот урок покажется минуткой, а для меня целый вечер. Спасибо вам, Наталья Сергеевна. А то ваша учительница... Всего лишь учительница, которая не имеет права ставить двойки направо и налево. Я это понимаю, она же всего лишь учительница, а я классный руководитель. Знаете, у меня есть часок, и мы можем с вами все исправить. Наталья Сергеевна, да что ж такое? Ну, третья школа и одно и то же. Мы, наверное, дома будем заниматься с репетитором. Конечно, будете заниматься с репетитором, и он у вас будет один. И я. Я, пожалуй, пойду. Наталья Сергеевна, нужно вывозить отца Аполлонова в школу. Заводчик. М-м-м, а он уже здесь. Хм, отлично. Вот что, молодой человек, я вам скажу. Так, значит, меняешь масло, фильтра, фильтр салона, и парктроник задний барахлит. Либо этот, либо этот. Хорошо, посмотрим там парктроник. А, и в салон не залазить, и багажник не открывать. Запомнил? Хорошо, а что там у вас? Драгоценности? А почему ты спрашиваешь? Просто. Да, драгоценности. Самое большое сокровище у меня там. В общем, в багажник не залазить, понял? Договорились. Ты точно понял? Ну, не дурак, понял. Ладно. Давай быстрее. Пахтроник, пахтроник. Мамочки. Ну что, все сделано? Что с тобой? Ну что? Ты что, открывал багажник? Ты зачем ты открывал багажник? Я же... Что? Оно что, сзади меня? Ну что, Азычок, съездили на пикник? Клавдия Андреевна, а давайте я вас на дачу отвезу? Нет, за рулем поеду я. Я же просил не открывать багажник, козел! Я не открывал, оно само открылось. Розу на пути встретил я, В поисках уйдя далеко, Роза, пожалеюсь, лишь меня, Нет ли у тебя сурико? У-у-у, красиво поешь. В смысле, я хотел сказать, Самолет вот этот захвачен, И летит в Таиланд. Как скажешь, дорогой, Таиланд так Таиланд. Уважаемые пассажиры, Это говорит капитан самолета, Бурген Георгиевич, Куда летать? Наш самолет немножко захвачен, Очень грозным джигитом, И теперь направляйся в Таиланд Хорошего полета, хорошего дня Спасибо Всем стоять! Мамой клянусь, этот самолет захвачен Мы летим в Буэнос-Айрес Тысячу извинений, мои дорогие Это снова капитан самолета Гурген Дело в том, что наш самолет только что был перезахвачен И теперь мы летим не в Таиланд А в столицу Аргентины Буэнос-Айрес Хорошего полета, хорошего дня, спасибо Мужчина, еще тут очередь И я первый самолет этот захватил Поэтому мы летим в Таиланд Как тебе будет комфортней, дорогой? Что ты такое говоришь, а? Я первый перезахватил этот самолет Так что мы летим в Буэнос-Айрес, я сказал Говори всем, что мы летим в Буэнос-Айрес Эй, слушай, угроза от человека с пистолетом для меня всегда закон Так, слушай, во-первых, я старше, имею уважение Во-вторых, пушка у меня серьезней Поэтому мы летим в Таиланд Все-таки Таиланд Таиланд Все-таки Таиланд Миллионы, миллионов тысяч изменений, мои дорогие Это понятное дело, Гурген Так вот, снова летим в Таиланд Поздравляю, кто ставил на Таиланд И они летят в Таиланд вместе с нами Спасибо А я говорю Мы летим в Буэнос-Айрес Все-таки в Буэнос-Айрес Да Извините, только что принято решение Все-таки в Буэнос-Айрес Таиланд А хотя все-таки лучше в Таиланд Буэнос-Айрес Нет, слушай, в Буэнос-Айрес я хотел сказать Таиланд Триллион извинений Слушайте Определитесь между собой Куда вы хотите лететь В конце концов Идите, спросите у пассажиров Куда они хотят В Буэнос-Айрес или Таиланд Давай Я пойду, спрошу у пассажиров Я первый хотел Я спрошу у пассажиров Я хотел спросить Я тебе говорю Я спрошу у пассажиров Первый, понял? Да нет Ну куда ты пошел, спрашивай Ну короче 73 человека за Таиланд И 73 человека за Буэнос-Айрес Слушай, эта демократия ни хрена не работает Уважаемые пассажиры Это говорит ваш правильно, Гурген Так вот, сладкие мои, как мед Летим мы теперь не в Буэнос-Айрес, не в Таиланд А в солнечные Тбилиси Всем хорошего отдыха Слушай, какой Тбилиси, а? Нафига нам Тбилиси? Я не понял Вам что, не нравится солнечный Тбилиси? Очень нравится Отвечаю, люблю Тбилиси просто На троих Здравствуйте Здравствуйте Ой, я вас узнала Вы, вы, этот, из телевизора Депутат Правдюк Павел Викторович Очень приятно Народный депутат из народа Блог «Любовь к народу» А, кстати, наш проспект Ага, спасибо вам Спасибо Присаживайтесь, Павел Викторович Чем могу услужить вам? Отдохнуть Хочется отдохнуть Сейчас предвыборная кутерьма Говорится, пока не началось Да-да-да-да Вы же понимаете, какое внимание Сейчас приковано Конечно, конечно Поэтому хочется, знаете, попросту Да Такое вот понародное Понародное Понимаете? Да Вот, куда народ весь едет Туда мы и поедем И будем там отдыхать Вы знаете, Павел Викторович Я хочу вам сказать Что народ сейчас едет На Гуа На Канарские острова На Мальдивы Нет-нет-нет Что вы Ничего этого не нужно Да Поедем по-народному В Таиланд В Фукет Вот так и будем Только обязательно Эконом-класс Никаких излишек Нет-нет-нет Хорошо Я очень Просто, чтобы обычная шторка Сокрывалась Да И вместо трех кресел Было одно Хорошо? Хорошо, да Хорошо Скажите, а давайте вместе Выберем с вами отель Какой бы вы хотели Отель самый скромный С того вот Прям доступный Первая линия? Нет-нет-нет Вообще не обязательно это Если этот океан будет видно Пускай вот буквально щелочку Это будет достаточно Подберем Отлично Подберем Вот этот весь отель мы выкупим Чтобы не мешать людям отдыхать Правильно, да? Какие будут пожелания по процедурам у вас? То есть по процедурам исключительно самые доступные Так Вот что заводчанин себе может позволить Вот такие мы и будем выбирать Обертывание шоколадное, да? Шоколадное обертывание, например Пилинги, скрабы, массажи Грязевые ванны Обязательно Грязью меня обмазать Нужно всего, я думаю, еще фотосессию сделать Мол, народ в грязи И депутат в грязи Хорошо Павел Викторович, по питанию давайте решаем Ну куда же без Исключительно все очень скромно Диетическое Диетическое, по-домашнему Ага Вот не надо этих королевских креветок, да? Обычные тигровые подойдут Если лобстеры, то не больше килограмма Не надо этого всего А мясо, мясо? Мясо, все очень, знаете, так по-скромному Маморная говядина Да, из Аргентины Ага, понятно Осмелюсь вам предложить экскурсии На слонах в джунгли Это можно Это можно, по-заводскому так сесть на слона Только я вас прошу, чтобы слон был не жирный Хорошо А то опять скажут, мол, отъелись Да, отъелись на наших харчах Вот такой какой-то худощавый дрыщ такой, слон, да? Вот этот балдахин на нем не надо Просто обычный ковер туда постелись С золотыми бомбонами такими, да? Вот, и вот этих опахачков пять штук Мне ничего не надо Не надо, да, 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 человека три Нормально, два Два будет достаточно Два, хорошо, два Два, да, да Вот, вы понимаете, я, может, повторяюсь Но вот хочется, чтобы по-простому По-народному, по-заводскому, да? Давай Вы очень интересно рассказываете Но я хотела бы у вас спросить, где вы видели, чтобы так заводчане отдыхали, а? Да, господи, да где угодно Возьмите вот кума, например, моего Алёшенька, Алёшенька Олег Петрович, вот Двадцать Добрый день Добрый день Здравствуйте Двадцать лет работает на заводе Да Директ И ничего, терпит А раз народ терпит Ага Значит, и депутат из народа тоже может потерпеть Понимаете, о чем я говорю, да? И вот представляете, вот всю жизнь вот так вот терпит и терпит Терпит и еле уговорил его Да поедем, я говорю, отдохни По-простому, по-народному Вот и уговорил Да, ребят, то, что вы делаете с народом, любовью не называется Это совсем другое слово Яночка, я тебя очень люблю Я люблю тебя больше жизни Яночка, я даже маму твою люблю Яночка, я Я не смогу без тебя жить Жизнь без тебя это не жизнь Жизнь без тебя это смерть Яночка, а ты помнишь, ты помнишь, как мы с тобой познакомились Этот прекрасный вечер Когда мы гуляли с тобой Да если бы не ты Эти хулиганы меня просто по асфальту бы размазали Яночка, я же ради тебя Я наколку с твоим именем сделал Вот Жаль, ты не можешь посмотреть Яно Яно, я уже третий день не ем Ты же забрала все деньги А я боюсь одалживать Могу не отдать Я для себя все решил Я готов ждать и месяц И год И два И пять Яночка, ты только очнись Я прошу тебя, очнись Яночка Яна, ты меня слышишь? Яна, ты слышишь меня? Яночка Яна, услышь меня Я тебя слышу, я тебя слышу Ну дай же поспать Каждый день ходишь сюда и бубнешь, бубнешь Медсестра! Медсестра! Что? Что случилось? Я вас прошу, пожалуйста, скажите ему, что я не в коме Мне всего лишь удалили аппендицит Я ему сто раз говорила Но он у вас слишком Сентиментальный Яночка, все будет хорошо Все будет замечательно Я вас прошу, пожалуйста Переведите меня в другую палату Или лучше в другую больницу Ничего, ничего, я понимаю, это бред Ты бредишь Господи, ну сделайте же что-нибудь Спокойно, спокойно Это всего лишь навсего Снотворное Ай, там же Шов, идиот! Берите его! Яна, Яна Теперь у нас общего еще больше Боже мой, что с ним? А мы ему тоже аппендицит вырезали Он сам попросил Боже мой Да нет, вы так не волнуйтесь Вас просто сегодня выписывают А он два дня еще тут в больничке поваляется Хоть отдохнете, отоспитесь Аааа, спасибо большое Натра и Ребят, точки, хорошие мои братишки Хэлло, хэлло, всем скучала А я еще думаю К чему это мне снится, что я в бездну падаю Вот она, бездна, пришла. Ой, ребята, в общем, у меня ЧП. Частное предпринимательство оформила. Давно пора. ЧП около дороги. Мы здесь стояли еще до того, как появились дороги. Мне нужно 20 тысяч. А, помогите, а, родненький, пожалуйста. Всего 20? Ну. Так, конечно, поможем. Тебе в евро или в доллары? Да не, у меня это вот образа много. Это, мне нужно 20 тысяч лайков. Это что за валюта такая? Да это не валюта, это отметки мне нравятся, ага. Слышь, Филиппо, ты, ну, теоретически, ты, конечно, можешь нравиться. Даже кому-то может два раза, но чтобы 20 тысяч человек сказали, что им понравилось, то тебе дороги не хватит. Да, встает, Макарек, ну, шо вы такие голубопогонные? Я в хорошем смысле. А, сейчас я вам попробую объяснить, как, как вам. В общем, это в интернете. Есть такой конкурс, и мне для победы нужно 20 тысяч лайков. Ага. И? И я победю! И? И все. Филиппова! Шо? И что нам за это будет? А, ты же, а вам за это будет 40% призового фонда. Ага. Пятьдесят. Пять. А, ну, хорошо, пятьдесят пять, вам же, пузатике, нужнее, а? Ладно, давай, черкани, вот здесь вот адрес в интернете. А ты приведи этого хакера, что банкомат через интернет взломал. Да чё бегать, я сейчас дежурного наберу. Алло, дежурный? Слышь, а в какой камере у нас этот лупоглазенький сидит? Ага. Давай, веди его к нам. Тушечки! О, Филипова! Я так понимаю, с победой? Э, да! Вот, пожалуйста, Таша обещала. Так. А что там? Шо, там что-то живое. А, нет, то же самое, что и было. Это что такое Филипова? Шо, братики, я ж пообещала пятьдесят процентов, вот, пожалуйста. Я ж в конкурсе участвовала, сексойрушки.ком. Ага. Ну-ка, взяла то, что там находится, и пошла на то, что там находится. Хотя я вот эту штуку, наверное, возьму. А что, я жене подарю. А то я все время на работе, да на работе. Вот, начальник, видишь, какой у тебя напарник современный. А, ты все, в динозаврах сидишь, а-а-а. Слышь, Филипова, я сейчас тебя своим подарком огрею. Ой, а у меня такой же такой фиолетовый. Филипова, все. Сюда иди. Так ты и брать не будешь? На троих. На троих. Филипова, все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.КулER